Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин показывает два больших сигнала на покупку, в то время как рынок продолжает быть чрезвычайно перегретым. Но как долго это может продолжаться? Возможно, сейчас мы находимся в совершенно ином криптопространстве, чем в 2017 году. Или же отличий будет не так уж и много, и нас ожидают огромные коррекции, как в прошлом булране. Итак, биткоин достиг нового исторического пика в 37,5 тысяч долларов. Ура, новый исторический пик, прямо на Рождество. Но пока я делаю это видео, биткоин вполне может стоить уже 38 тысяч долларов. Так быстро движется этот рынок. С такой скоростью мы вполне можем достичь 40 тысяч долларов уже до конца недели. Но давайте перейдем к главной теме видео. Биткоин только что показал два больших сигнала на покупку. В прошлые разы, когда это случилось, эти сигналы дали 10 иксов роста для главной криптовалюты. Давайте начнем с первого. Итак, перед вами то, что называется Z-счет. Математическая модель, которая за ним скрывается, достаточно сложна для понимания. Простыми словами, эта модель основывается на разнице между реализованной и рыночной капитализациями, которые разделяются в итоге на стандартные отклонения по рыночной капитализации. Реализованная капитализация представляет собой среднюю цену покупки биткоина текущими участниками рынка. Отклонение рыночной капитализации – это то, насколько капитализация отклоняется от своего среднего значения. В итоге этот показатель дает ценную информацию о поведении биткоина. И на данный момент этот показатель достигает отметок, которые были летом 2017 года. Тогда, после достижения этим показателем этих отметок, биткоину понадобилось 6 месяцев, чтобы достичь окончательной вершины в 20 тысяч долларов перед началом медвежьего падающего рынка. 20 тысяч долларов за биткоин. Теперь уже почти 40. Какой же был дешевый биткоин в 2017 году? И второй сигнал на сегодня называется Bitcoin Net Unrealized Profit Loss. Иными словами, это нереализованная прибыль или убыток в сети биткоина. Этот параметр определяет долю участников рынка, которые получили прибыль или убыток. Рост этого показателя означает, что инвесторов, которые оказались в плюсе с момента покупки биткоина, становится больше. Ну и наоборот. Сейчас этот график достиг отметок все того же 2017 года. На тот момент биткоин стоил 2 тысячи долларов, и после этого сигнала он вырос до 20 тысяч долларов, что как раз таки 10 иксов. Сейчас мы находимся выше предыдущего пика в 20 тысяч долларов. Ситуация очень похожа. Очевидно, эти две метрики, вот это и вот это, которые я вам только что показал, лишь помогают нам понять перспективы биткоина. Как говорится, история не повторяется, она рифмуется. Что приводит нас к вопросу. На этот раз все по-другому или нет? И знаете, что этот раз определенно другое, это правда, но он настолько же отличается, насколько и похож. Вот такой парадокс. О котором говорил еще Джон Темплтон. Он говорил, на этот раз все иначе, но по факту это лишь повторение ранней ситуации. Кто-то даже говорил мне, что на этот раз никаких коррекций не будет и вовсе. Мол, на этот раз все настолько по-другому, что даже психология человеческого поведения изменилась. В любом случае, лично мое мнение, что на всех рынках остается постоянным и неизменным лишь то, как ведут себя инвесторы. Они повторяют все одни и те же паттерны снова и снова. Например, на рынке может появиться то, что я называю коллективной жадностью. Это явление заставляет людей действовать иррационально и принимать максимально плохие инвестиционные решения. Именно поэтому сейчас я не покупаю и не продаю для своего инвестиционного портфеля. Но кое-что отличается точно. Это институциональная фома. Компании покупают биткоин. И мы это знаем. Они купили уже почти 1,2 миллиона биткоинов. И это на 100 тысяч биткоинов больше, чем когда я в последний раз смотрел на эту цифру. Также мы видим, как миллиардеры покупают биткоин в попытке спрятаться от инфляции. Что еще отличается, так это фон для роста биткоина. Если в 2017 году это был просто хайп, то теперь это пандемия, инфляция, печатание огромного количества денег, правительственная финансовая помощь, падение процентных ставок даже иногда ниже нуля и так далее. Никто не знает, что произойдет дальше. Но некоторые миллиардеры поняли, как можно устроиться потеплее и побезопаснее. Давайте посмотрим на еще один график. Здесь мы видим массивные накопления биткоинов. Это красная диаграмма. Как мы понимаем по этой диаграмме, биткоин прямо сейчас перетекает в руки рьяных холдеров. Даже несмотря на его рост до 40 тысяч долларов. Почти до 40 тысяч долларов. Кстати, хочу заострить ваше внимание, что этот январь только начался, а уже побил рекорд за последние 4 года. Это самое массивное накопление биткоинов за весь этот временной промежуток. Фундаментально, биткоин никогда не был сильнее, чем сейчас. Если биткоин действительно является цифровым золотом, капитализация которого на данный момент около 9 триллионов долларов, то представьте, сколько будет стоить биткоин, когда в него вольют столько же денег. Поэтому я думаю, у биткоина еще очень много места для роста, особенно на долгих таймфреймах от 5 до 10 лет. Но ничего не растет бесконечно и одной прямой линией. На всех рынках всегда присутствует коррекция, несмотря на то, насколько все позитивно настроены. Учитывая и то, что большие компании покупают биткоин, мы можем предположить, что не только этот рост может отличаться, но и последующий медвежий рынок после него тоже может значительно отличаться от того, что мы видели в прошлом. Например, биткоин может сойти с ума и вырасти до миллиона долларов без каких-либо серьезных коррекций, а потом как обвалиться на 80% до 200 тысяч долларов за монету. Это будет весьма брутальный медвежий рынок, падение с миллиона до 200 тысяч. Забавно было бы такое увидеть. Есть множество теорий, например, что это будет последний четырехлетний цикл биткоина, который повторяет прошлое, или что этот взрывной рост всего лишь фаза начального принятия криптовалют, которая потом перетечет в фазу так называемой индустриальной революции, после которой рынок навсегда устаканится, что означает более низкую волатильность, стабильную цену и, соответственно, более низкие шансы заработать так же много, как в начале. Но независимо от того, какие существуют теории, сейчас мы точно знаем, волатильность на крипторынках сумасшедшая. Биткоин может ходить на тысячи долларов вверх и вниз на протяжении нескольких часов, и чем ближе 100 тысяч долларов за биткоин, тем большую волатильность мы будем наблюдать. Например, мы можем увидеть 40% коррекцию уже завтра, это вполне естественно. В прошлом был ранее мы видели и 45% коррекции на пути к 20 тысячам долларам. А закончить я хочу тем, что я решил немного поторговать биткоином. Я накопил его уже достаточно за 2018 и 2019, чтобы сейчас на этом росте просто ничего не делать и наблюдать. Но мне стало скучно и я решил себе пощекотать нервишки. В телеграме я опубликовал эту свою сделку по биткоину, но на ютуб канале получилось показать ее только сейчас. Соответственно, я открыл сделку с плечом X3 на бирже Bybit, которую советовал DaVinci J15. Точка входа 34,5 тысячи долларов с тремя целями. 38 тысяч долларов, 41 тысяча долларов и 44 тысячи долларов. Стоп-лосс поставил на отметке 31 994 доллара. И цена ликвидации позиции, как вы видите, 23 316 долларов. Поставил всего 1,5% от своего торгового депозита. Если вы хотите, чтобы я иногда показывал такие свои трейды максимально быстро у себя на ютуб канале, поставьте лайк и напишите комментарий. Если их будет много, я пойму, что вам это интересно. Кстати, если хотите тоже торговать биткоином, зарегистрируйтесь по ссылке в описании, либо на Binance, либо на Bybit. Не важно. Но торговать я буду именно на Bybit. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!